В нашем районе в преддверии Нового года есть одна замечательная традиция – собирать вместе молодых людей, без кого трудно представить проведение многочисленных мероприятий и начало отличных инициатив. Славянская молодежь, полная оптимизма и богатая творческими идеями, стремится сделать все возможное, чтобы жизнь радовала юношество новыми красками и свершениями. И им это удается. Подробности в нашем репортаже. Большой зал городского дома культуры заполнился в этот день молодыми славянцами. Эти жизнерадостные девушки и молодые люди уверенно задают тон в молодежном движении и служат хорошим примером для всех остальных. 2019 год наверняка запомнится большим количеством массовых мероприятий, интеллектуальных и творческих состязаний, спортивных соревнований. Во всем этом многообразии хочется отметить главное – это все невозможно представить без молодежных лидеров и активистов. Именно они были приглашены на ежегодную церемонию награждения премии «Успех». Собравшихся приветствовал заместитель главы Славянского района по социальным вопросам Виталий Китаренко. Славянский район возглавляет тройку лидеров нашей молодежной политики, нашего государственного края. Потому что куда бы ни посмотрел, где бы ни увидел, обязательно в порядке победители есть с территории Славянского района. Мы этим очень горды и надеемся, что вы, молодежь нашего будущего, поддерживаете все инициативы и в обязательном порядке их реализуя, приносите серьезнейшие победы, серьезный вклад в развитие нашего района. За успешную и плодотворную деятельность в сфере реализации государственной молодежной политики в Славянском районе в рамках премии были награждены представители поселений, студенческих самоуправлений, молодежных советов, руководители военно-патриотических клубов. Я очень люблю участвовать, я очень люблю выступать, я люблю зал, я люблю публику. Я люблю, когда ты выступаешь, и это действительно кому-то нравится, когда ты смотришь зал и видишь улыбки. Просто когда все ждут, когда ты выступишь, это очень, прям вот, это неописуемо, это круто. За помощь в проведении мероприятий, за неравнодушие и творческое горение дипломами и специальными статуэтками награждаются лучшие из лучших. Члены разнообразных клубов, участники интеллектуальных игр, КВНщики, волонтеры и активисты, самодеятельные певцы и танцоры. Да, у нас в Славянском сельсказательном техникуме очень много активных ребят, у нас очень много клубов на самом-то деле. Основной клуб – это юность, там мы занимаемся театральной деятельностью, выступаем, также ведущих очень много. У нас есть танцевальный клуб и у нас есть вокалисты. Это, так сказать, основной костяк Славянского сельсказательного техникума, которые участвуют в различных мероприятиях. Брейкданс – это такое увлечение, даже сейчас это уже не просто танец, это спорт, так как в 2018 году брейкданс вошел в Олимпийский резерв. И одни из запоминающих моментов, когда мы ездили в ноябре месяце на закрытый чемпионат первенства края, где мои ученики получили уже олимпийский разряд, именно спортивный, на этом чемпионате, это достойно уважения, мне кажется, в этом спорте. И в будущем это им очень пригодится. Начальник управления по делам молодежи Славянского района Олег Смольников от всего сердца поблагодарил всех собравшихся за то, что они помогают в развитии молодежного движения. Я хочу сказать спасибо всем школьникам и руководителям школьных самоуправлений, педагогам, воспитателям, все, кто работает для того, чтобы мы с вами достигали успехов, достигали результатов. Я бы хотел сказать спасибо нашим профессиональным учебным заведениям, Кубанский государственный университет, мои золотые, техникум, Славянский сельскохозяйственный, техникум экономики и права, электротехнологический техникум, это наши опоры, это наше все, это наши студенты, молодежь. Ну и, конечно же, преподавателям, которые преподают различные предметы в этих учебных заведениях, тех, кто занимается воспитательной работой, всем самоуправлением. Победитель открытой славянской молодежной лиги КВН, команда 17-й школы «Адекватные люди» порадовала собравшихся своим искусством. Зачем тебе этот КВН? Нашла бы себе работу, еду бы разносила. А почему сразу еду? Ну, как-то несправедливо получается. Значит, еда тебя разносить может, а ты ее нет? Да стоп! Много добрых слов было сказано в адрес замечательных молодых людей и девушек, которые отлично учатся, успешно работают, активно участвуют в общественной жизни, не скучают сами и заражают своей кипучей энергией всех окружающих. Многие из них и стали лауреатами премии «Успех» в нынешнем году. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».